детская песочница без песка и вот это недавно сданный дом увидите друзья по-другому видно было не судьба сделать и сверху просто видим дырку то она просто вот так во старче твои и потом туда вставляете ух а стакан это ничем не зачеканены в грязи и в пыли вот так классно застройщик сделал примыкание за паук из проводов приходишь квартира это кто здесь у нас живет карлсон у цдс даже бояло хуже но держится она друзья так себе из-за вот такой отделки вместо ограничителя нормального труба но это реально какой-то трешняк раз два три четыре пять жить в таком доме я бы точно не хотел друзья добрый день я андрей артемов жилой комплекс алексеевский квартал возводится в шушарах в рамках федерального проекта формирование комфортной городской среды как указано на сайте застройщика ближайшая станция метро комплексу купчина до которой четыре километра комплекс состоит из восьми зданий от 12 до 14 этажей построенных и строящихся по монолитной технологии дома п-образной формы а на первых этажах коммерческие объекты так с данных уже домах есть шаверма и пункт выдачи озона а напротив красное и белое ну в принципе все как мы любим застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью advance согласно данных от налоговой инспекции у застройщика уставной капитал в 11 тысяч 250 рублей и четыре работающих сотрудника в 2022 году и за этот же год у застройщика оборот составил более 6 миллиардов трехсот миллионов рублей вот это эффективная команда профессионалов застройщик advance согласно официальных данных от министерства строительства российской федерации возводит восемь зданий два из которых он сдал при этом застройщик умудрился одно здание сдать задержкой а по стальным строящимся зданием перенос сроков сдачи объекта составил от полутора лет до четырех с половиной для меня конечно странно что до сих пор застройщиком не заинтересовалась ни прокуратура не гострой надзор не другие надирающие и контролирующие органы все мы знаем что это проекты известной компании даль питерстрой но официальные связи с застройщиком advance у нее к сожалению нет не считая генерального директора и учредителя и знаете когда я зашел в картотеку арбитражных дел санкт-петербурга то увидел дело банкротстве даль питерстрой ну здесь все понятно поэтому теперь advance и без какого-либо намека на даль питерстрой но у advance не все так хорошо к примеру пушкинском районном суде рассматривается иск жителя жилого комплекса алексеевские кварталы к застройщику о защите прав потребителей напомню что для застройщиков был мораторий от премьер-министра российской федерации мишустина на взыскание неустоек и качество переданных квартир мораторий действовал до 31 июня 2023 года на сегодняшний день мораторий уже не действует у даль питер строя уставной капитал 1 миллиард пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи рублей а у advance 11 тысяч двести пятьдесят рублей почувствуйте разницу зато учредитель и руководители у них один делайте друзья выводы квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир в комплексе будет 3532 квартиры и 659 машин и мест подземном паркинге будут конечно и места на территории комплекса но на всех к сожалению мест не хватит квартирография комплекса выглядит следующим образом студии и однокомнатные квартиры заняли 65 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 20 процентов трехкомнатные квартиры 13 процентов и четырехкомнатные квартиры 2 процента студии однокомнатные квартиры приобретает не только для жизни а для сдачи в аренду и перепродажи квартирография застройщика для меня лично некомфортная потому что с таким количеством студии однокомнатных квартир но не будешь ты знать своих соседей в лицо класс энергоэффективности всех зданий c нормальный это минимальный класс энергоэффективности который разрешено на территории российской федерации проектировать и строить но это неудивительно ведь проект из двухтысячных годов а проектировщики из даль питер строя инженерно-геологические изыскания выполнены аналогично сотрудниками даль питерстрой для своего проекта квартиры застройщик передает черновые отделки высота потолков в два с половиной метров это как в советских панельных домах для того чтобы продавать свои квартиры застройщик субсидирует ипотечные ставки примеру субсидированная ставка от застройщика по семейной ипотеке составит от 1,7 процента годовых но есть нюансы однокомнатная квартира в комплексе на вторичном рынке стоит от 5 миллионов 300 тысяч рублей студия у застройщика стоит от 5 миллионов 400 тысяч рублей и это в черновой отделке в бюджет 5,4 миллиона рублей можно приобрести однокомнатную квартиру в жилых комплексах ручьи и цветной город с чистовой отделкой или на вторичном рынке квартиру с чистовой отделкой мебелью и техникой а ставка по ипотеке составляет на сегодняшний день от 10 целых девятисотых процентов годовых примеру вы приобрели квартиру в алексеевском квартале отделка однокомнатной квартиры в комплексе встанет от 800 тысяч рублей без учета мебели и кухни а в этот бюджет выбор уже шире я это веду к тому что нужно тщательно выбирать и все считать и не говорить потом что деньги были лишь только на эту квартиру нужна помощь с выбором квартиры оставьте заявку на andreaartemov.ru или напишите в моей соцсети они для вашего удобства в описании к этому видео идемте смотреть комплекс а вот и алексеевский квартал друзья в шушарах а вот дальше за ним идет стройка смотришь издалека вроде так все нормально все хорошо кирпич и не отмытые окна приямки открыты веревка в канализационный люк надеюсь там никто не повесился а то чтобы дверь не открыли камнем заложили ну вот давайте смотреть сдали дом но то что здесь видите отрезали арматуру здесь они бетон отбивали о господи смотрите здесь осталось еще опалубка я первый раз эти вижу когда остается опалубка на лестничных маршах обычно это все демонтируют после того как соответственно сюда строят здесь мы видим влагу вода а здесь мы видим вот такой здесь помазали праймером обратите внимание на окно но это реально какой-то трешняк вот подвал это только начинает выливать дом и здесь соответственно новая современная опалубка тут арматуру обкусили тут то есть они окно это забыли похоже вылить здесь решетку видите тоже просверлили тут дырку выбили мне это по-другому не назвать тут просто просто наплывы бетона вот такое качество ну вот понятно да как качество самого бетона качество самому самой конструкции качество самого проекта вот все это выглядит вот так вот видите стенка идет 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 блин тут куски опалубки все то есть наплывы какие тут вообще все выжимала вот блин друзья реально нет слов заходим дальше мусор я здесь уже молчу что все в мусоре обратите внимание как это все выглядит вот это новый дом торчит арматура смотрите какая здесь красота тут двери почему-то знаете с проемом не подрассчитали тут монтажная пена цемент тут какой-то кривой кусок смотрите причем как все знаете такое ощущение что по-разному выливали то ли в разное время то есть ну вообще как то непонятно заходишь сюда здесь тоже какой-то страх ужас здесь мы видим что помазали все праймером тут утеплитель вот так торчит как считаете друзья нормально это вот так все я считаю что это ненормально но раз дом сдали значит это все соответствует проекту а мы пойдем погуляем по трамвайным рельсам конечно по нормальному нужно нужно отмывать фасады чтобы смотрелось красиво но к сожалению здесь никто этого не сделал парадная номер два шрифт мелкий и есть отойти метров на пять то уже можно не прочитать нужно большие красивые буквы чтобы это было сразу соответственно видно ну хотя бы ту дверь закрыта выход на лестничный марш и здесь можно зайти пройти потому что все открыто вот такой лестничный марш здесь соответственно у нас друзья плитка вот такой ограждающая конструкция вот такая линолеум который уже что-то немножко полез внутри у нас просто накидана штукатурка обратите внимание вот такой абразив то есть можно знаете там шлифовать себе что-то какой-нибудь дощечку если вдруг захочешь но конечно вид первого этажа второго вернее так себе большая цифра 2 очень дешевая отделка вместо ограничителя нормального труба кусок арматуры вбили сверху пвх труба здесь мы видим что протечки причем видно что здесь знаете уже так давно был он смотрите как это все в каком качестве выходим на переходной балкон вот здесь получается внизу коммерция здесь вот там коммерция рассчитана у меня вопрос почему нельзя было сделать людям чтобы выходили у них была большая терраса для чего вот это просто огромное количество места которая просто вот так никаким образом не функционирует но он зато смотрите сколько накурили тут вообще какой-то кошмар здесь ограничителем аналогично кстати вот отсюда очень хорошо видно как жилой комплекс simple сильно отличается от того что вообще строят и построили в шушарах второй этаж есть нумерация даже квартир здорово что большая цифра цвета кстати сделаны подобраны очень красиво мне например нравится но мне не нравится вот эта отделка и зовут такой отделки друзья но смотрится намного дешевле чем могло бы быть если бы это было бы гладко смотрелось бы соответственно по другому из плюсов широкие металлические двери на потолке мы с вами видим грильяту и вот в этом подъезде раз два три четыре пять квартир всего это достаточный плюс вот смотрите да то есть вот это идет штукатурку из специального механизма просто распыляют вот здесь они забыли убрать малярный скотч но гузкомиссия расприняла значит это соответственно есть в проекте но вместо стекла здесь уже что-то другое но зато есть рукава для пожара тушения мы здесь нет сетки клапан смоется соответственно сам по себе не очень красиво тут большой зато шкаф если бы вот здесь сверху тоже закрыли сделали за подлецу была бы сплошная стена по мне смотрелось бы все намного интереснее вот смотрите мы сюда пришли где какая квартира непонятно то есть я должен считать слева направо или справа налево не знаю как здесь запланировал застройщик какая мне нужна квартира вот я вижу 79 83 либо вот это 79 квартира а вот это 80 до все правильно но если бы не было бывают цифры 80 то можно было подумать что с другой стороны такое к сожалению тоже бывает вызываем лифт а пока едет лифт обратите внимание на отделку вот здесь деформационные где швы закрыта просто металлом так делает часто лср в каждой лифтовой кабине главстрой спб другая фибротек купили самое дешевое раньше они металлом закрывали а теперь решили вот такими панелями на золотистых саморезиках cds никаких указателей на каком этаже находится лифт отделка лифтовых проемов самая недорогая серый цвет красить не красиво смотрится был бы черный цвет под цвет дверей еще там серебристый смотрелось бы чуть дороже потому что в принципе вот здесь обратить внимание грилья то было бы ровнее костинка те же цветные цвета краски и смотрелось бы совсем было бы другое иное впечатление о комплексе но и конечно из нюансов вызов кнопки вызов лифта видите одна кнопка здесь его соответственно нет непонятно какой приедет лифт вот нашем случае приехал пассажирский а если я хочу вызвать груза пассажирский лифт то как мне быть лифты могилев лифтмаш то такая современная панель вот очень похоже на отис очень похоже на отис есть зеркало защитная пленка которую еще не демонтировали но принципе едет нормально тихо едем на 15 этаж и все внимательно посмотрим а друзья на последний этаж я поднимаю всегда не потому что там высоко здорово и красиво не только из-за этого потому что очень часто там идут трубы находится какое-то специфическое оборудование о котором никогда не говорят застройщики поэтому всегда смотрю последний этаж что там и этот дом не исключение 15 этаж мы уже доехали лиф такой знаете ощущение что он доезжает как то это очень долго происходит хотелось чтобы это было быстрее зато быстро открылись двери мы видим первое что вот здесь должны быть клапаны для сброса воздуха они здесь просто отсутствует зато есть пакля запорная арматура стаканы трубы в стаканах идут криво соответственно они скорее всего везде то есть отверстие вот эти не в одном уровне просверлены или сделано технологические отверстия 15 этаж гриле местами переломанное но что-то такой звук как бы не сказать что знаете у cds а даже бывало хуже то есть вот отделка то здесь принципе можно сказать что да эконом 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 и сделали как можно дешевле а здесь у нас на последнем этаже выход в тех помещения возможно это даже не знаю что здесь может быть потому что лифта вы лифт не нужно попадать одна всего лишь квартира но тут темнотища очень не хватает здесь света ну конечно вот такие конструкции в твоем коридоре были но смотрите счетчики на тепло тут вообще все закрасили все и под сброс воздуха тоже закрасили так здесь хотя бы вроде у нас печатано а понятно шланги есть везде но вот это конечно так приходишь квартира и так вот здесь у нас живет карлсон пятнадцатый этаж выходим с вами на переходной балкон ответить это не клеили вот это должна была быть внутрь то есть они вот этот пластик перепутали сторонами их специалисты иностранные вот это клеится вот сюда а потом уже идет штукатурка эти сделали все наоборот но просто от незнания значит перед тем как мы подходим к рождающей конструкции надо вот так потрясти но держится на друзья так себе оставлен мусор от застройщика молодцы здесь соответственно видно дверь к камнем под пирали и соответственно обратить внимание то же самый кусок арматуры вбит в бетон и сверху одета труба сверху у нас вид парковка вот эта автостоянка платная жилой комплекс union кады и огромное количество здесь новостроек отсюда даже макроудсу можем посмотреть да на что друзья сданный дом полет куча грязи и это новый дом очень странно как они так сдавали при этом видно вот эти видите забрала каких называют темного цвета их когда туда монтировали сварили вот большое количество видите такой окаленный ржавчина уже пошла ну конечно красочкой забыли подмазать забыли но наверно очень старались хотели быстрее сдать лестничный марш и выход на кровлю здесь сильно накурено дверь закрыта здесь тоже перепутали какой ванищий трендец ограждающая конструкция держится крепко не из дорогих и обратить внимание что лестничные марш и вот здесь по крайней мере даже неплохо сохранились а может быть их здесь даже кто-то и отмыл я смотрю на могилев лифт могилев это город в белоруссии и почему-то они смогли сделать лифты а мы нет очень интересно почему у нас нет своей торговой марки первый этаж и мы здесь еще с вами не были друзья давайте внимательно посмотрим как застройщик сделал отделку в холле вот тоже очень долго он сюда подъезжает а вы ох тут все в мраморе слушайте ну вот прикольно да вроде все неплохо но почему было не сделать вот это гладко цифра 1 конечно вот так окрашена сразу говорит нам о том что мы не в комфорт классе в экономии а вот это что за паук из проводов что-то здесь было но теперь это ничего не работает но здорово конечно молодцы что тут скажешь все согласно проекта ну вот мы с вами вышли из лифтового холла здесь у нас недорогие почтовые ящики спасибо что есть нумерация спасибо за у такую светодиодную ленту смотрится вроде даже как ничего но вот эта труба такое ощущение что сделано по фэншую а я понял друзья она просто скрывает вот эту огромную трещину а нет это не трещина это это не так плитку красиво подпилили молодцы выходим и чтобы вы не думали что здесь только в одном месте вам показал смотрите какой классный приемок спасибо что здесь убрали опалубку спасибо что оставили вот такой гвоздик вот такие наплывы сделано все качественно не придраться но здесь окном вот видите здесь они его не забыли вылете это должно выглядеть ну чуть лучше чем вот это и лучше лучше чем вот это но друзья обратите внимание что у нас здесь у нас здесь мусор у нас здесь палеты поддоны да понимаем почему поддоны потому что здесь все в воде то есть она никуда не уходит и здесь в бетоне огромное количество грязи и обратите внимание вот на этот стык видите друзья вот так классно застройщик сделал примыкание ну естественно раз дом сдали то я могу полагать что так заложено в проекте смотрите вот здесь знаете такое ощущение что вот этот именно кусок его доливали потом присобачили вот на одну арматуру и даже не удосужились зачеканить и здесь видите уже бетон начинает потихонечку отваливаться он смотрите какое качество 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 блин она ли у меня пальца целиком залазит я даже не знаю какая там глубина но мне лично это не внушает доверие не внушает доверие вот такие трещины жить в таком доме я бы точно не хотел между домами небольшое расстояние здесь как-то знаете все уныло не хватает деревьев все в грязи в пыли видно со стройки не отмытые фасады окрасили все в краске ну как-то знаете друзья по мне все достаточно удручающе и вот это что у нас такое это вход почему вот здесь не сделано в уровень землей здесь нужно перешагивать ну там кстати тоже видно вода здесь видно это все у них согласно проекта вот видите здесь можно наскальной живописью заниматься писать различные слова арендовать это у нас первый дворик совсем не казистый с коммерческим с коммерческим объектом здесь внутри тот видите альпинисты вот не знаю то ли они что они тут делают интересно а моют окна похоже моют фасады тут надо с химчистку всего комплекса сразу производить большое количество коммерции здесь соответственно мало пока людей поэтому в аренду ничего не сдать классно да вы смотрите как гидроизоляция вся отвалилась уже в недавно сданном доме но тут мы увидим вот это ведь ржавчину эту арматуру по обрезали это запрещено минимум должны были зачеканить но зачем все согласно проекта до площадка под ты был конечно выглядит шикарно напоминает чем то площадку в старых советских домах идемте дальше прогуливаемся в шушарах и обратив повернув голову немножечко налево видим трубу из которой что-то должно как выходить возможно какой-нибудь там элемент декора было или освещение небольшое озеленение буйки для того чтобы здесь не парковались брусчаточка здесь брусчаточка вроде смотрит солидно тут насадили каких-то кустиков здесь видно что то что у них пошло не по плану все в каких-то подтекках но дворы здесь друзья двор колодец забиты весь машинами напомню сегодня суббота 22 июля 14 часов 6 минут не обратите внимание сам двор возможно здесь даже оборудования хватает из песочницы где дети мелом порисовать о чем то здесь подумали тут какие то есть лазалки еще одно коммерческое так узнаете мини торговый комплекс в своем доме переходные балкон ну вот издалека красиво смотрится но вот само качество штукатурки вот здесь видно что большие неровности не делись что это уже начинает бухтеть сами переходные балконы вот эти наплывы не бетона стяжки сверху ну вот как то все знаете достаточно сделано неаккуратно неаккуратно сделано еще одна входная группа очень похоже на то что смотрели мы плитка конечно смотрится красиво алюминиевые двери смотрятся красиво но самый основной вопрос как и в первом подъезде которые смотрели мы с вами это вот к отделке вот этого элемента конечно же хотелось чтобы лифт был хотя бы в белый окрашен либо баннер натянули и написали добро пожаловать домой но ощущение что мы едем в обычном строительном вагончике 15 этаж здесь за грильятое высотище видны трубы дыры а нифига нормально прям в шахту туда ну видите опечатано опломбировано что ж у нас то управляющая компания святоград одна квартира большой плюс вот здесь все чуть получше чем мы с вами до этого видели так а вот у нас эти стаканы а стакан это ничем не зачеканены просто дырка на следующий этаж кстати на что обратил внимание обратите внимание друзья вот видите пожарный датчик и здесь везде сняты защитные колпачки в отличие от некоторых застройщиков даже бизнес-класса выходим еще один переходной балкон ух ну как под колбашивает страшно краю подходить но если бы сделано было бы аккуратнее наверное было бы поинтереснее когда ты находишься наверху то расстояние в принципе такое нормальное то есть меня это принципе не напрягает наличие соседнего дома внутри когда ты находишься первого этажа знаете такое ощущение что все сделано под коммерцию видите большие выносы очень непонятно почему не сделали так что это может все обслуживаться и жители вторых этажов могут выходить на эксплуатируемую кровлю другой момент мне еще не понятен здесь столько у нас воды в питере что вот нужно вот такие трубы ставить смотрите друзья какие обратите внимание они тут торчат на такое ощущение что на полметра выпирают от фасада но по мне это достаточно достаточно много почему было нельзя это сделать все более как-то цивильно и аккуратно 15 этаж большой такой холл уже вот пошла трещина качественно все сделано а вот здесь темное пятно вы понимаете надеюсь что это такое ну вот тут как-то блин не внушает мне это все доверие но зато открывается окно если у вас есть личная ручка вот здесь хотя никогда окрашивали ну как-то цифруку может было мне кажется сделать правней и вот если бы не было вот именно вот такое покрытие самое недорогое одно из самых недорогих то конечно бы смотрелось бы мне кажется это даже это намного интереснее потому что цвета в принципе подобраны неплохо сама вот эта плитка большой формовки она конечно в коридорах смотрится красиво вот стандартный коридор от застройщика сверху гриле то внизу крупно форматная плитка вроде все достаточно неплохо но не хватает примеру нумерации квартир и нормальных дверей для того чтобы их люди не меняли площадка компактная на дворовой территории также есть вход-выход в паркинг но что-то с той стороны было закрыто обратите внимание здесь должно было быть такой стеклен стеклянный козырек но вместо стеклянного козырька он просто разбитый и непонятно это произошло при застройщика либо уже после сдачи но и пока вот все вот в таком ненадлежащем виде конечно стеклянный козырек должен быть вот таким но естественно желательно чтобы его отмыли вот здесь видите тоже они подрезали но не смогли нормально подрезать кирпича и конечно смотрится все это достаточно уныло но и конечно для безопасности обратить внимание весь двор забит машинами считаю что так не должно быть потому что ребенок всегда может выбежать и ты затормозишь но к сожалению можно не успеть напротив комплекса жилой комплекс аэросити обзор есть на канале ссылку оставлю для вашего удобства в описании к этому видео классно да друзья сдача можно на стеклах рисовать потому что ничего не отмыто вы сами понимаете чтобы что-то отмыть для этого нужно заплатить деньги но здесь решили пойти другим способом а лента могли бы хотя бы вы отмыть но зачем они зарабатывают и мне до мытья еще один приямок друзья торчит кусок арматуры вот здесь видите бетон просто вот то ли сгрызли то ли это вот так залили то что видите вот она рама вот арматура вот арматура такого не должно быть вот так если посмотреть смотрите как красиво ровно все сделано дальше вот у меня вот здесь вопрос почему вот так торчит арматура это все в проекте госкомиссия же должна была быть на объекте все это видеть значит это в проекте раз с данный дом вот такие выбоины наплывы бетона но здесь хотя бы с проем под окно практически но смейте тоже да вот как вы так выливаете как вы так кладете арматуру что она просто вот так вас торчит вы ее потом туда вставляете сразу знаете вопрос идет к качеству бетона качество арматуры которые внутри потому что сам по себе бетон без арматуры не настолько эффективный материал тем более на такую-то высоту здесь обратить внимание тоже вот ведь арматура обрезана здесь знаете вот такое ощущение я вот не знаю какие-то катакомбы реально тут тоже была вода опалубка осталось вот это окно то есть они закрывали его что ли чем-то чтобы влага не выходила вот честно непонятно что вообще здесь происходило это у нас колонка ничего здесь была дискотека друзья да здесь даже свет есть ну кому что открыто закрыто то здесь видны подтеки это прямо грунтовые воды текли вот здесь то же самое это говорит о чем о гидроизоляции и вот здесь если взглянуть мы с вами видим в трубу и сверху просто видим дырку какое качество сами понимаете и чуть смотрим через стекло вправо и здесь видим еще технологический проем который запроектировали сделали но почему-то через него ничего не проходит отличный проект друзья отлично принят и сдан дом для ленты всего лишь один контейнер я полагаю этого очень очень мало даже сказал бы недостаточно керамзит наверное был лишний прям выкинули здесь тут все аналогично это же один и тот же проект да не приятно конечно знаете вот это все ведь они же строят для людей строят за деньги но почему-то сдается все вот в таком вот так все это сдается как в неприглядном виде он распаечная коробка наискосок тут уже деформационная большущая трещина между секциями ничего не отмыто кругом грязь как-то знаете вот почему так строит где живет обычный нормальные люди которые честно трудятся и зарабатывают себе на жизнь вот тут тоже да вот посмотрите кривые косые марш и там все в воде то здесь одна и та же картина кстати здесь друзья очень сильно затапливает подвал об этом сказали местные жители ну тут на окнах уже дети нарисовали ну да когда у тебя все не отмыто почему бы здесь не разрисовать для того чтобы было хотя бы как-то покрасивее да вот я смотрю на вот эти приемки но это просто как бы трындец на эти окна почему не можно нельзя сделать ровно и красиво как вы нарисовали на своих картинках почему нужно все вот так делать через одно место а вот у нас с вами еще друзья один приемок с которого все и началось обратите внимание на здесь просто в фундаменте торчит кусок блока какие наплывы бетона оставили опалубку здесь какой-то гвоздик торчит обратите внимание на проем для окна вот как вы считаете вот так должно быть или нет вот это по мне знаете просто потом выбивали вот видно же что это все сделано механически это не выливали когда выливает это смотрится совсем по-другому с этим окном аналогичной ситуации здесь непонятно в опалубку прибывали ли что вот здесь мы эти какие подтеки здесь утеплитель не понять зачем в эту дырень ну вот смотришь вот на это все и понимаешь качество самого здания здесь до сих пор стоит влага здесь проемом аналогично я не понимаю почему это вот все вот так здесь трещина какая-то уже пошла тоже знаете возникает большое количество вопросов понятно да что если положили поддон то соответственно здесь постоянно стоит влага ей друзья здесь уходить некуда он только может испаряться вот монтаж двери вот здесь понимаете да вот видите течет так вода что уже ржавчины все все в ржавчине а воде деваться некуда вот такое качество бетона огромные кратеры огромные наплывы я вот не знаю для чего вот эту сетку стоит и временно было или нет ну вид конечно они тот который должен быть вот это друзья кстати вытащили датчик и затопы красавчики по-другому видно было не судьба сделать и вот это все вот здесь вот в таком состоянии оцените по битебальной шкале или просто напишите в комментариях как вам такое а а вот еще один шедевр от застройщика который приняла госкомиссия обратите внимание на гидроизоляцию молодцы нет слов а друзья зашел еще в один подъезд ну вот здесь конечно очень уныло нарисовали цифру 1 то есть знаете такое ощущение что краски уже не хватало 248 351 квартира и вот обратите внимание здесь ну вот что такое у вас случилось что здесь не так почему вот это все вот в таком виде также не должно быть пятнадцатый этаж здесь тоже такая цифра к такси над видите да на пятнадцатом этаже всего лишь одна квартира скорее всего большой площади я полагаю и запорную арматуру отстукатурили и все забывай как называется напишите в комментариях кого нормально на классно сделали но отсюда у нас что видно видно вся стройка строят много из плюсов конечно что есть паркинг но который топит но тут видите у них издали но оставили опалубку здесь все в ржавчине красавчики что скажешь красавчики правильнее конечно в наши дни считаю приобретать квартиры либо с чистовой полностью отделкой это очень здорово еще и желательно мебелью либо с предчистовой отделкой когда уже все стенки белые и красивые меньше времени потратите на то чтобы сделать чистовую отделку но когда конечно черновая отделка то это дольше и это соответственно дороже не забывайте что вот эта разница зачастую если взять квартиру с черновой отделкой и добавить стоимость отделки то получается выгодней купить уже сразу квартиру с чистовой отделкой либо квартиру с предчистовой отделкой делайте правильный выбор и обязательно думайте друзья если обратить внимание на датчик пуска пожаротушения то здесь мы внизу видим зумер который должен работать это вполне возможно говорит о том что противопожарная сигнализация исправлена но здесь видите зумер не работает но либо перегорел лампочка как говорится либо соответственно не доделали прикольно смотрю а вы видите друзья это сквозное отверстие то есть под установку звонка то здесь просто сквозное отверстие поставлен звонок сами понимаете что может сдувать и ветер а через штукатурку и соответственно какая будет звукоизоляция но минимум нужно после установки звонка хотя бы запенить вы только обратите какой классный приемок кроме огромного количества мусора огромное количество наплывов ну я даже не буду ничего говорить вы просто посмотрите сами и вот это недавно сданный дом но наверное накидали после сдачи госкомиссия же все внимательно приходила и смотрела арматура наверно тоже по проекту так должна торчать но естественно теплоизоляция выглядит здесь вот так впрочем как и в других приемках этой прекрасной новостройки не деревьев асфальт спасибо хотя бы за траву кстати вот такие места тоже не очень здорово проектировать что я потому что люди всегда углы срезают и по мне нужно правильнее делать вот такой полукруг детская песочница без песка но ничего страшного люди за это тоже заплатят но чуть позже здесь по идее должно было быть резиновое покрытие как на другой площадке но понятно и уже недавно сдали и в проекте видно это не предусмотрено также как и вот здесь есть канализационный люк об этом нам говорит буковка к по серединке и вот такой и то ли это яма не досыпали то ли это уже провалилась того что здесь выглядит приемки здесь все в воде друзья вот так также ваших подвалах где должны быть автомобили мне было интересно посмотреть подземный паркинг в комплексе я зашел в него так как все было открыто подземный паркинг минус первый этаж прохладно запах влажности но здесь пока я не вижу нигде никаких протечек но жители говорят что их топит возможно не везде а вот здесь уже видно влага вот здесь видно влага тут есть отделка здесь нет отделки смотрите какие лужи но возможно это после дождя возможно еще что-то случилось но если посмотреть наверх то мы видим следующий вышестоящий этаж ну друзья сами понимаете такого не должно быть ну вот здесь дал по этим местам соответственно видно что здесь топило изрядно здравствуйте из будки охраны вышел мужчина в гражданской одежде и тут понеслось но не буду вам рассказывать смотрите все сами что а вы кто человек как и вы а кто мне запретил для себя одно из самых низких мест здесь находится погружной насос видим что все в воде но и для того чтобы он сработал его нужно соответственно подключить в сеть он как мы с вами видим отключен качество напомню что в этом жилом комплексе однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов 200 тысяч рублей квартиры все застройщик передает в черновой отделки то есть у вас даже нет штукатурки на стенах нужна помощь с недвижимостью пишите и оставляйте заявки на андрея артемов точка ру друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а ну и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»